Меня зовут Рик Реннер. Я нахожусь на улице Арбат, в центре Москвы. Это одна из старейших улиц столицы. Она появилась в 15 веке. Из самого начала ее существования здесь жили знатные и богатые люди, а также люди искусства и промышленники. Сегодня, много веков спустя, Арбат по-прежнему принадлежит искусству и различным ремеслам. На 1812 году Наполеон, войдя в Москву, уничтожил эту улицу. Позднее ее восстановили, на этой улице вновь поселились ученые, художники, политики. Это поистине историческая сердцевина центральной части города. И я люблю приходить сюда. Здесь всегда нескончаемый поток людей. Здесь, на Арбате, действительно интересно. Приходя сюда, я наблюдаю за людьми, размышляю о том, насколько мы все похожи. Мне интересно наблюдать за прохожими, взрослыми, детьми, кого тут только нет. Мы все в чем-то похожи, но мы не одинаковые, потому что некоторые из нас святые. Мы призваны быть святыми. И даже если мы внешне выглядим одинаково, как все обычные люди, в глазах Бога мы необычные, мы особенные. Мы призваны быть святыми, то есть другими, полными святости. И сегодня мы будем говорить о том, что значит быть святым. И какого рода святости призывает нас Бог. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реммером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Добро пожаловать! Я ждал вас. Мы продолжаем нашу программу, которая называется «10 принципов сильного верующего». Я постоянно привожу в пример процесс приготовления пирога. Ведь для приготовления пирога вам нужны все ингредиенты. И только в этом случае пирог получится. Нужно взять яйца, муку, соду, разрыхлитель и так далее по списку. Если что-то из этого упустить, все пойдет прахом. Яйца служат связующим элементом. Сахар придает вкус. Благодаря глазури торт выглядит неотразимо. А сода и разрыхлитель нужны, чтобы тесто поднялось. Если вы что-нибудь забудете положить, то потерпите фиаско. А это крайне нежелательно. Так что надо твердо знать, чтобы вы не упустили ни одного ингредиента. И все как надо. И в жизни христианина тот же принцип. И я определил 10 качеств, которыми нужно обладать, чтобы оставаться сильным, утвержденным и зрелым верующим. И сегодня мы продолжаем разбирать эту тему. Цикл наших передач лег в основу аудиопрограмм из 15 частей и называется «10 принципов сильного верующего». И он идет в сопровождении замечательным учебным пособием, в котором подробно изучаются греческие и еврейские слова, даются определения, тезисы, библейские стихи, принципы. Все, о чем мы говорим в этих передачах. Скачайте бесплатно эти прекрасные материалы. Вы можете их использовать самостоятельно, с теми, кого наставляете, в домашней группе. Я также предлагаю вам подписаться на мои ежедневные видеоободрения. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день, способные изменить вашу жизнь. Я делюсь драгоценными истинами из греческого языка. Зачитываю своих книг, содержащих исследования более тысячи слов, которые помогут вам глубже понимать Божье Слово. Эти видео можно смотреть каждый день. Они короткие, и в них простым и понятным языком объясняется значение греческих слов из Нового Завета. И Писание буквально оживает в вашем сердце, в вашей жизни, укрепляя вашу веру. Ведь вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Ежедневное погружение в Божье Слово приносит плоды. Подпишитесь на бесплатную рассылку драгоценных истин из греческого языка на нашем сайте. Сделайте это прямо сегодня, и я уверен, что они станут благословением для вас. А мы продолжим наше учение о десяти шагах, которые необходимо делать, чтобы становиться сильным верующим. Мы говорим о десяти важных составляющих, которые должны быть в вашей жизни. И мы рассмотрели первый шаг – страсть к спасению душ. Второй – страсть к Божьему Слову. Третий – жажда Святого Духа и участие в сверхъестественном действии Святого Духа. Четвертый шаг – жажда поклоняться Богу. Пятый – жажда молитвы. Честой – жертвенное сердце. И сегодня мы разбираем седьмой шаг – стремление к святости. Святость. Верующие в раннехристианской церкви стремились жить в святости. Что я имею в виду, говоря о святости? Давайте обратимся к первому посланию Коринфянам. Первая глава, второй стих. Апостол Павел говорит, что Коринфяне призваны быть святыми. И узнав историю Коринфянской церкви, мы увидим удивительную картину. Ведь у нее была репутация, из-за которой они совершенно не подходили под описание святых. Но Библия говорит, что когда они пережили очищение крови Иисуса, стало совершенно неважно, кем они были раньше. В одно мгновение они стали святыми. И вы тоже святые. Вы можете выглядеть как другие люди, как обычные люди, но я говорил во вступительной части, идя по улице, глядя на прохожих, можно подумать, что все одинаковые. Но в глазах Бога вы другой. Вы отличаетесь. Вы и неверующие принадлежат к разным категориям людей. Вы призваны быть святым. Святой, греческое слово «хагиус», как в Ветхом, так и в Новом Завете означает «отделенный», «освященный», «иной», «священный». И я, в качестве примера, использую свою Библию. Я называю ее своей Библией, хотя ее принятое название «священное писание». По-гречески «хагиус библиус». «Библиус» означает «книга». В библиотеках можно найти очень много книг, но есть только одна книга, которая называется «священным писанием» или «святой книгой». Слово «святой» — «хагиус», то же самое слово, которое упоминается в 1 Коринфянам 1.2. И оно означает «отделенный», «освященный», «иной», «священный». Итак, возьмем Библию в качестве иллюстрации. Библия — это книга. Однако она не похожа ни на одну другую книгу. Она стоит отдельно и сама по себе является самостоятельной категорией. Это священная книга, таких больше нет. Она отличается от всех. Вот что означает слово «хагиус». Книг, подобных Библии, вы не найдете нигде. Она представляет собой отдельную категорию. Она одна. Таково значение греческого слова «хагиус» — «священный». Каждый раз, когда вы говорите «святая Библия», вы подразумеваете следующее. Это моя книга, моя Библия. И она стоит отдельно от всех прочих книг. Она в особой категории и отличается от любой книги в любой библиотеке мира. Ни одно издание не сравнится с Библией. Божье Слово называет нас святыми. Это означает, что Бог, благодаря мыши на скрове Христа, отделил и осветил нас. Мы отличаемся от других людей. В Божьих глазах мы святы. Удивительно, что именно таким словом названы Коринфяне, несмотря на их весьма печальный послужной список. Давайте прочитаем об этом в Первом Послании Коринфянам, 6 главе, с 9 по 11 стих. Послушайте, что Павел пишет о Коринфяне. «Или не знаете, что неправедные Царства Божие не наследуют? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малахи, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследуют». И в самом начале 11 стиха он пишет, «И такими были некоторые из вас». Так апостол Павел сообщает им, «Добро пожаловать! Вот кем вы были до того, как уверовали во Христа». Но потом он продолжает, «Но омылись, но осветились». Здесь то же самое греческое слово «хагиос», что означает «святой, иной, отделенный, освященный». Бог отделил вас от того, кем вы были раньше. Теперь вы оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Согласно словам апостола Павла, до обращения в христианство, жители Коринфа были блудниками, идолослужителями, прелюбодеями, малахием, мужеложниками, ворами, лихаимцами, пьяницами, сквернословыми и хищниками. Вот кем они были до того, как кровь Иисуса коснулась и изменила их и поместила их в совершенно новую категорию людей. Давайте подробно разберем, кем они были до того, как уверовали во Христа. Во-первых, Библия говорит, что они были блудниками. Слово «блуд» — греческое слово «порнос» — включает в себя любую сексуальную активность вне брака, включая прелюбодеяние и гомосексуализм. Греции этим словом называли «блудниц». Это значит, что если вы вступили в половую связь вне брака, в глазах Бога, это «блуд». Это «блуд». Это как проституция. Во-вторых, Павел говорит, что они были идолослужителями. Это слово описывает того, кто поклоняется идолам или служит им. Быть идолослужителем значит предаваться поклонению идолам. Такими когда-то были коринфяне. Библия также называет их прелюбодеями. А в чем разница между блудником и прелюбодеем? «Блуд» — греческое слово «порнос» — описывает любую активность в половой сфере вне брака. А прелюбодеяние — греческое слово «мойкос» — указывает на действие того, кто совершает насилие над другим. Незаконно берет что-либо, что ему не принадлежит, соблазняет чужого мужа или жену. Это слово можно перевести как «неверный супруг» или «соблазнитель». Оно описывает акт обольщения или соблазнения чего-либо супруга или супруги. Все это в глазах Бога является преступлением. И Павел говорит, что до познания Христа жители Коринфа были, во-первых, блудниками, во-вторых, идолослужителями. И далее он называет их прелюбодеями и свращающими любые виды отношений. Потом он говорит, что они были «малакиями». А что это со словом «малакия»? Греческое слово «малакос» описывает мужчину, которого использовали другие мужчины для оказания сексуальных услуг. Я знаю, что это звучит ужасно для нас с вами, но в первом столетии нашей эры в Греции и в Римской империи мужская проституция была широко распространена. В Коринфе, где всегда находилось много солдат и матросов, мужская проституция была развита. Это считалось нормальным, приемлемым и даже не порицалось обществом. Но в этом стихе таких людей называют «малакиями», то есть мужчинами, которых использовали для оказания сексуальных услуг, которые были весьма популярны в Коринфе. Затем Павел говорит, что они были «мужеложниками», то есть мужчинами, участвующими в гомосексуальных актах. Отдельная часть этого слова в греческом языке описывает мужчину, который находится в постели с другим мужчиной. Повторю, Коринф изобиловал подобного рода примерами. С одной стороны были «малакии», мужчины, которых использовали для сексуальных услуг. «Мужеложники», то есть те, кто добровольно участвовал в гомосексуальных отношениях. В Коринфе все это было обычным делом. И далее Павел говорит, что многие из них были ворами. Вор — греческое слово «клептос». Это разбойник, карманник, вор, который достиг такого уровня в своем деле, что способен совершать кражи практически незаметно для других. Тот, кто проворачивает финансовые махинации, обманывая других. Они были настоящими аферистами. Еще Павел назвал Коринфин лихаимцами. Это слово означает «алчность», неутолимое желание иметь больше и больше. Коринф был молодым городом, и туда многие приезжали в поисках легкого заработка, чтобы провернуть аферу. И апостол говорит, что многие верующие ранее были жадными и алчными людьми. Также он говорит, что ранее они были пьяницами. Греческое слово «митусос». Они пили слишком много. Напивались в стельку. Алкоголь в Коринфе лился рекой. Это также подтверждают исторические источники. Павел продолжает и называет их злоречивыми. В греческом языке это слово означало грубую и вульгарную речь, сквернословие, оскорбление. Все это всегда идет рука об руку с вышеупомянутыми пороками. Там, где процветают сексуальные извращения, прелюбодеяния, блуд, мужская и любая другая проституция, секс-индустрия, там будет царить насилие и жестокость. И Павел говорит, многие из вас до того, как пришли к вере во Христа, были злоречивыми людьми. Вы могли нанести оскорбление, нецензурно и вульгарно выражаться. Далее он говорит, многие из вас были хищниками. Греческое слово «харпадзе», которое означает «мошенник» или «аферист». Удивительно, Павел назвал их теми, кто берет что-либо у людей и присваивает это себе. До того, как они стали верующими, они были мошенниками. И в Каринфе таких было полным-полно. Такими были члены Каринфской церкви, до того, как они стали верующими. Как бы вам понравилось такое собрание? Но именно такими были жители Каринфа до своего спасения. Но послушайте, что Павел говорит о них в 11 стихе. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Слава Богу! Неважно, кем вы были, главное, кто вы сейчас. Кровь Иисуса изменяет вас и всю историю вашей жизни. И вот эти жители Каринфа очень изменились. И Павел сказал, «Вот кем вы были когда-то, а теперь давайте поговорим о том, кем вы являетесь сейчас». И он говорит, что сейчас вы омылись. Омыться – перевод греческого слова «аполуо», которое означает быть освобожденным от чего-то, получить свободу. Это греческое слово, которое также означает «полностью и тщательно умыться». Использованное здесь глагольное время указывает на конкретный момент, когда произошло омовение. Оно говорит о точном моменте в прошлом, когда произошло омовение. Павел ссылается на то время, когда в их сердце зародилось искреннее покаяние. Это произошло в конкретный момент в прошлом. Когда они покаялись, кровь Иисуса омыла их. Это было тщательное и полноценное омовение, по-гречески «аполуо», которое освободило их от оков, в которых они некогда находились. То же самое кровь Иисуса Христа сделала и для вас. И Павел продолжает и говорит «вы омылись, вы осветились». Что означает «осветились»? У этого слова тот же корень, что и у слова «хагиос». Но в данном случае греческое слово «хагиадзо», и оно означает «отделить», «осветить», «сделать другим», «цветым». Когда они были омыты кровью Иисуса, как только кровь Христа коснулась их, как только они получили освобождение от своего прошлого, неважно, кем они были раньше, кровь Иисуса, освящающая присутствие Бога, мгновенно, чудесным, сверхъестественным образом, отделила их от остального мира и поместила в совершенно новую категорию людей. Кровь Иисуса, хагиадзо, отделила их, осветила их. В одно мгновение они стали другими и были названы святыми. Вот что означает глагол «осветить». И то же самое произошло с вами. Кровь Иисуса мгновенно извлекла вас из вашего прошлого, освободила от его времени и поместила вас в новое место. Сейчас вы среди святых, поэтому Библия называет вас святыми. Вы отделены от всего мира, вы освящены, вы святые, и вы отличаетесь от всех остальных, потому что кровь Иисуса поместила вас в новую, особую категорию. И далее Павел говорит, «Вы оправдались». Что значит «оправдаться»? Греческое слово «дикаю», которое переводится как «праведность». Обратите внимание, мы не стараемся стать праведными, мы уже оправданы и уже праведны. В греческом сказано, что в мгновение ока мы стали праведными. За долю секунды Бог провозгласил нас праведными в момент нашего спасения. Праведность – это то, чем мы являемся, потому что Бог провозгласил для нас оправдание или праведность в момент нашего покаяния. Мы – праведность. В свете всего перечисленного, в 1 Коринфянам 6, 9-11 стих, о чем говорится в следующих стихах. В 18 стихе Павел дает ответ. «Они были спасены и обрели свободу. Аполло, освобождены от влияния прошлого, омыты. И он указал об на то время, когда кровь Христа коснулась их и поместила их в новую категорию, осветила и сделала святыми. В одно мгновение они получили оправдание. За долю секунды Бог провозгласил их праведными. И в свете всего вышесказанного, в 18 стихе Павел говорит, «Бегайте блудо». Слово «бегать» – перевод греческого слова «фуэо», которое означает «спасаться бегством», убегать, убегать быстро. Это слово описывает быстрое движение ног бегущего от опасности. И означает «переставлять ноги как можно скорее». Вы святы, вы изменились. Поэтому выбирайтесь из плохого окружения. Не тратьте там свое время. Если вы окажетесь на грани компромисса, не мешкайте, спасайтесь бегством. Бегите как можно скорее. Теперь обратимся к первому посланию к Фессалоникийцам, 4 глава, с 3 по 8 стих, где апостол Павел продолжает говорить о нашей святости и отношении к ней. Вот что Павел пишет в первом послании к Фессалоникийцам, 4 главе, 3 стихе. Смотрите. «Ибо воля Божья». Вы хотите знать Божью волю? Послушайте. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Слово «освящение» — греческое слово «хагиазмус», имеет один корень со словом «хагиус» и означает «полное отделение», «совершенное освящение». «Быть отделенным, святым в своих делах». Эту фразу можно перевести так. «Ибо воля Божья есть ваша новая жизнь в святости, в освящении и чистоте». «Вы святы, вы отделены, вы освящены, и Бог хочет, чтобы вы осознали свою новую сущность». И в этом стихе сказано, что Его воля, ваше освящение и жизнь в новом статусе. «Вы святы, отделены от мира». Вы стали другими, и Бог призывает вас, «хагиус», к стандарту святости. Бог хочет, чтобы вы стремились соответствовать этому стандарту всю свою жизнь. Во второй части третьего стиха сказано, чтобы мы воздерживались от блуда. «Воздерживаться», греческое слово «апеко», значит «соблюдать дистанцию между собой и тем, что неправильно». Не ходите туда, не приближайтесь к этому. Постройте своего рода преграду, чтобы вы даже близко не могли подойти к греху. Выполните необходимые действия, чтобы воздержаться от блуда. Блуд был сильным искушением для верующих первого столетия. Я не знаю, какое искушение пытается одолеть вас. Ведь, может, у вас есть соблазн вернуться к прежней жизни. Установите дистанцию, опеку между собой и своим прежним «я». Сделайте все, чтобы не вернуться к былому укладу. Постройте преграду. Предпримите меры предосторожности, чтобы не было возврата к прошлому. Вы другой. Писание говорит, что Божья воля для вас – ваше освящение, новая жизнь и более высокие стандарты. Прочитаем 4 стих. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести». Слово «уметь» переводится с греческого следующим образом. «Знать, как справиться». Вы должны знать, как вам справляться с самим собой, соблюдать свой сосуд, чтобы вам быть в святости и чести. Мы снова встречаем слово «святость», греческое слово «хагиазмус», которое означает «полностью отделиться», «стать другим». Бог желает, чтобы вы выжили совсем не так, как раньше. Он повысил планку, потому что вы изменились, вы стали другим. Бог назвал вас праведным, провозгласил вас святым. Он избавил вас от вашего прошлого. Аполлуо дал свободу, освободил вас от того, кем вы когда-то были. Он поместил вас в новую категорию. А теперь Божья воля в том, чтобы вы развивали в себе новые навыки и учились справляться с собой. Умели управлять своей жизнью, телом, разумом, святости и чести. Святость — это жизнь по новым стандартам, святой образ жизни. И Павел объясняет свои слова, говоря о чести. Слово «честь» — греческое слово «тимия», означает то, что ценно, дорогого стоит, достойно почитание. Понимаете, кем вы стали? Вы омыты, вы ценны, вы дороги. Вы должны жить в достоинстве и уважении, потому что вы по-настоящему святой человек. В седьмом стихе Павел пишет, «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». И снова мы видим слово «святость», греческое слово «хагиазмус». Это полное отделение. Это значит, что Бог призвал нас жить не так, как живет мир. Мы должны жить иначе. Ранняя церковь должна была предложить немало усилий, потому что окружающий ее мир был наполнен грехом, особенно грехом сексуального характера. Грех был повсеместным явлением, как в Каринфе, так и в любом другом греческом или римском городе. А что окружает вас, я этого не знаю. Но я знаю, что Бог призывает вас отличаться от вашего окружения. Вы святы, и Бог хочет, чтобы вы соответствовали стандартам святости. Жизнь в святости делает сильнее. Божий Дух называется Святым Духом, и Ему комфортно находиться там, где люди живут святой жизнью. И когда люди соответствуют высокому стандарту святости, сила Духа Божьего начинает действовать в их жизни. Это наиболее важные качества, которыми вы должны обладать, чтобы быть и оставаться сильным и зрелым верующим. Время нашей передачи подходит к концу. Я скоро вернусь и помолюсь за вас. Чтобы испечь пирог, вам потребуются конкретные ингредиенты. И когда все необходимое замешано правильно, вы получите желаемый вкус. Но если упустить хоть один ингредиент, то все может закончиться печально. Также и в жизни для каждого из нас важны духовные составляющие, для жизни в непоколебимой и твердой вере. В серии учений «10 принципов сильного верующего» Рик Реннер освещает 10 качеств, необходимых для каждого утвержденного верующего. Скачайте бесплатно цикл аудиопрограмм «10 принципов сильного верующего» на нашем сайте ignc.org. Это учение поможет вам усовершенствовать свою молитвенную жизнь, научиться ходить в святости и применять духовную власть, данную вам Богом. Также подпишитесь на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины» из греческого языка. В них Рик Реннер раскрывает бесценные сокровища, которые хранит Божье Слово, и учит нас жить бескомпромиссной жизнью веры в личном общении с Богом. Полторы минуты из «Драгоценных истин» на каждый день способны изменить вашу жизнь. Просматривая «Драгоценные истины», вы найдете глубокий анализ более тысячи греческих слов. Это вдохновит и утвердит вас на пути познания того, что Бог приготовил для вашей жизни. Подпишитесь на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины» из греческого языка. Эти уникальные инструменты для исследования Писания расширят ваше понимание библейских истин. Изучая подлинные значения слов из Нового Завета, вы обретете настоящие сокровища, содержащиеся в Божьем Слове. Не пропустите эту возможность подписаться на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины» из греческого языка на сайте ignc.org. Здравствуйте, меня зовут Джо Лореннер. Я хочу поблагодарить всех партнеров нашего служения. Ваша поддержка помогает восстанавливать жизнь людей, находящихся в зависимости. По всему миру мы наблюдаем эпидемию наркомании. Возможно, вы тоже знаете кого-то, находящихся в плену алкогольной или наркотической зависимости. Человеку очень нелегко выбраться из порочного круга зависимости. Благодаря щедрым пожертвованиям наших партнеров, мы поддерживаем работу нескольких христианских реабилитационных центров, где людям помогают восстанавливаться на работе. Предоставляется медицинская помощь, и оказываемая система поддержки позволяет реабилитантам не чувствовать себя одинокими и оторванными от общества. Благодаря вашим пожертвованиям, мы видим, как выздоравливают больные гепатитом С, восстанавливаются разрушенные семьи и отношения. А те, кто был в плену зависимости от наркотических веществ, получают свободу и возвращаются к нормальной жизни. Все это стало возможным только при поддержке наших драгоценных партнеров. Но все еще так много людей нуждаются в нашей помощи. Их семьи ждут, когда они получат свободу от пагубных привычек. А многие зависимые хотят исцелиться, но у них нет возможности пройти реабилитацию. Прямо сейчас вы можете помочь ребенку вновь обрести своего отца или матери, увидеть возвращение своего блудного сына. Ваши пожертвования совершают великие дела, ведь эти люди так нуждаются в вашей помощи. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт igc.org. С вашей поддержкой мы можем внести значимые перемены в жизни многих людей. В сегодняшней передаче мы узнали очень много. И я хочу завершить этот выпуск, еще раз прочитав из первого послания к Фессалоникийцам 4.7, где сказано, «Ибо Бог призвал нас не к нечистоте, но к святости». Святость, греческое слово «хагиус» означает, что Бог призвал вас соответствовать новому стандарту. Бог поднял планку для нас с вами, потому что мы уже не те, кем были раньше. Бог поместил нас в другую категорию, провозгласил нас святыми. «Мы омыты кровью Иисуса». Аполлуа. Греческое слово «аполлуа» — это слово, которое мы разобрали в основной части программы. Бог освободил нас от оков прошлого. Мы были очищены и омыты, когда обрели спасение. Кровь Иисуса оправдала нас. Бог поместил нас в новую категорию людей. Теперь мы с вами не те, кем были раньше. Согласно первому посланию в Фессалоникийцам 4.7, Бог призвал вас к святости. Жить святой жизнью. А вы живете святой жизнью. Ведь это возможно, и Бог повелевает вам стремиться к этому всей душой. Таков один из шагов, который вам нужно совершать, если вы хотите быть и оставаться сильным и зрелым верующим. Цикл наших передач лег в основу аудиопрограмм из 15 частей «10 принципов сильного верующего». Вы можете скачать эти программы бесплатно. Я убежден, что многое в вашей жизни изменится благодаря им. Я также предлагаю подписаться бесплатно на мои ежедневные видео ободрения. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день действительно могут изменить вашу жизнь и повседневное изучение Божьего Слова. Позвольте помолиться за вас. Отец Небесный, во имя Иисуса я благодарю тебя за кровь Господа, которая очистила и освободила нас от прежнего образа жизни. Ты называешь нас святыми. Ты изменил нас. Мы просим тебя дать нам силу жить святой жизнью. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, что вы были сегодня со мной. И помните, о чем говорится в книге Иклесиаста 8.4, где слово «Царя» там власть, и пусть сила Божьего Слова действует в вашей жизни сегодня. И мы с вами увидимся в следующей передаче. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях.